Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Восемь бронзовых полководцев в Самаре открыли аллею маршалов Победы. Новая жизнь памятников архитектуры. Помощник президента России Владимир Мединский осмотрел в Самаре объекты культурного наследия. Самарская святыня болгарской земли. В столице региона прошли торжества в честь Самарского знамени. Проспект Кирова от Победы в сторону Кировского моста отремонтируют. Участок включили в план работ на следующий год. Уютные аллеи, детские спортивные площадки и зеленые газоны. Дворы промышленного района ремонтируют по программе формирования комфортной городской среды. Увековечивать память выдающихся земляков, создавать новые музеи и культурные пространства. Самарская область активно участвует в программах Российского военно-исторического общества. Его председатель, помощник президента России Владимир Мединский, приехал в регион с рабочим визитом и поучаствовал в нескольких торжественных мероприятиях. На площади Славы в честь 75-летия Победы открыли аллею маршалов. Чьи бюсты появились в городе, расскажем в нашем сюжете. Они защищали родину в тяжелые годы войны и навсегда останутся в памяти народа. На площади Славы на пути к храму Георгия Победоносца появилась аллея маршалов Победы. Это восемь бронзовых бюстов известных полководцев, которые в разное время были связаны с запасной столицей, городом Куйбышевым. Каждый, кто это узнает, он понимает, какую роль, на самом деле, какую огромную роль наш город в годы войны играл не только, значит, как город трудовой доблести, как город, который воспитал огромное количество героев, более 230 человек стали героем Советского Союза, но и как город, который так или иначе повлиял на жизнь, на судьбу ведущих полководцев, которые сделали возможным победу над таким сильным врагом. В открытии аллеи принял участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Символично место, бесподобное, замечательное место, которое было выбрано для этого. Спасибо администрации области, конечно, и лично губернатору, большие молодцы. Символично, символичны фигуры, которые были выбраны. В Самаре увековечили память маршалов Александра Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкого, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Еременко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова. Первые лица региона и города возложили цветы к скульптурам героев. Приехали на торжественное открытие аллеи также внуки и правнуки полководцев. Это является частью моей жизни и мне нужно максимально узнать, что возможно от своих предков, для того, чтобы передать в дальнейшее поколение. Я очень рад, что здесь с вами вместе на этом празднике. В тот же день на доме номер 180 по улице Чапаевской состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в честь генерала Ароны Карпаносова. В годы Великой Отечественной войны он был заместителем начальника генштаба, а в послевоенные годы жил в Куйбышеве по этому адресу. На открытие таблички приехал внук генерал-олимпийский чемпион по фигурному катанию Геннадий Карпаносов. Вот когда мы вместе собирались, вместе за одним столом, когда дедушка и бабушка еще были с нами, у нас был главный тост, чтобы то, что было с 1941 по 1945 год, никогда больше не повторилось. И то, что некоторые сейчас пытаются приумолить заслугу советской армии в победе над Великой Отечественной войной, я считаю, это просто недопустимо. Многие самарцы принесли к дому цветы, как дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Светлана Кудрявцева, Олег Зверев, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Самарское знамя снова в центре внимания общественности. В Струковском саду прошли масштабные торжества, посвященные этой святыне российского и болгарского народов. Дата приурочена к годовщине победы в одном из ключевых эпизодов русско-турецкой войны 19 века. О празднике расскажет Олег Зверев. Второй по значимости храм Иверского монастыря уже в октябре будет открыт для молитвы. Сейчас завершается капитальный ремонт исторического здания. О благополучном течении стройки насильницы молятся каждый день, в том числе и во время этого краткого богослужения. Молебен совершается перед копией Самарского знамени, того самого, под которым воевали болгарские ополченцы в годы русско-турецкой войны 19 века. Оно было изготовлено в Иверском монастыре по инициативе гласного городской думы Петра Алабина. Знамя сейчас хранится в Софии, в Национальном музее военной истории Болгарии, а в Самарском монастыре – копия. Нынешний молебен приурочен к годовщине победоносного завершения обороны Шибки. Сестры вышивали от всей души и всего сердца это знамя, которое послали потом воинам. Они знали, что будут освобождать наших братьев славянских. И шили это с большим усердием, с большой любовью. Это тот самый редкий случай, когда копию знамени выносят из храма. Прихожане идут крестным ходом в Струковский сад к месту старта международного патриотического проекта «Самарское знамя». Площадки превратились в место исторической реконструкции болгарских событий, а на центральной трибуне торжественное открытие. Вот русский народ всегда жил по западям Христовым, а главная заповедь – это любовь. Но подлинная любовь всегда жертвенная. Нет выше той любви, кто душу свою полагает за други свои, говорит Христос Спаситель. И вот наши предки в то далекое время явили эту жертвенную любовь. Алексей Солоницын – автор исторического романа «Самарское знамя». Сегодня он в числе участников торжества. Полотнище, которое было передано из Самары в Болгарию, имеет особое значение, как мистический символ объединения народов. «Самарское знамя олицетворяло нечто большее, чем вот от уголок земли под названием Самара. Это было знамя, которое сплотило вокруг себя народы. Это наша вера православная. Она умеет народы объединить, дать им импульс для развития, новый толчок, не только языковой, но и культурный». Не случайно именно это знамя стало основой для государственных символик Самарской области и Болгарии. Всех угощают праздничным тортом, разрезать который доверили детям. В этот день в саду работали концертные творческие площадки, пели русские и болгарские песни, так чтобы как можно больше людей смогли узнать историю и приобщиться к святыне, которая является Самарское знамя. Олег Зверев, Николай Сидоров. События. Новая жизнь для памятников архитектуры. В Самарском молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» готовятся к Дню знаний. А в музее Эльдара Рязанова появится кинозал. Подробности узнали наши корреспонденты. В концертно-театральном комплексе «Дирижабль» студенты Самарского института культуры готовятся ко Дню знаний. Музыканты переосмысливают классику, вносят современное звучание. Помощник президента Владимир Мединский осмотрел молодежный центр в сопровождении главы города Елены Лапушкиной, председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Сегодня «Дирижабль» – удобная площадка для творчества молодежи с концертным залом-трансформером, хореографическими и выставочными площадками. Центр открыли два года назад в реконструированном доме купца Мясникова при поддержке Министерства культуры России. На восстановление здания 19 века памятника архитектуры федерального значения потратили более 400 миллионов рублей. А теперь это замечательная площадка Самарского института культуры. Это площадка, которая наполнена жизнью, где есть все, что нужно молодежи для творчества, созданы любые возможности. Очень много замыслов и интересных проектов сегодня рождается в стенах Института культуры, в стенах «Дирижабля». Мы с Владимиром Славовичем, с Владимиром Славовичем сегодня посмотрели, как идет репетиция, подготовка к тем концертам, которые будут происходить. На нас очень сильное впечатление произвело, конечно же, современное прочтение Шостаковича. Еще один объект, который смотрели гости – музей Эльдара Рязанова, знаменитого советского и российского режиссера «Уроженца Самары». Это здание тоже памятник архитектуры, но регионального значения – дом штабс-капитана Залесова, построенный на рубеже 19-20 веков. Музей открыли два года назад. Общий объем затрат – более 37,5 миллионов рублей. На первом этаже оборудована мемориально-историческая зона, представляющая две основные темы – пребывание Эльдара Рязанова в Самаре, его детство, а также история Куйбышева как запасной столицы, которая осталась в воспоминаниях кинорежиссера и других известных людей. Однозначно один из самых любимых музеев для жителей не только нашего региона, но и тех туристов, которые сюда приезжают. Ведь всего за два года его посетило более 60 тысяч человек. В таком маленьком пространстве такое колоссальное количество людей. Потому что, конечно, все любят фильмы Эльдара Рязанова, все, конечно, гордятся тем, что это наш земляк, что он родился здесь, хоть он и нечасто, может быть, бывал в Самаре. Концепция музея предполагает реализацию еще двух этапов, в частности, создание тематического кинозала, где будут демонстрироваться фильмы всеми любимого режиссера. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Минимум четыре масштабные выставки в год. Помощник президента Владимир Мединский также ознакомился с ходом работ по реконструкции Самарской фабрики кухни, где разместится филиал Третьяковской галереи. Работы на объекте идут по графику. Когда их завершат, выяснила Лариса Шлафаст. Вот это крыло. Это полностью детские студии, две студии, кабинет педагогов. Здание Самарской фабрики кухни после ремонта превратится в современное арт-пространство, самое крупное в регионе. На первом этаже разместятся художественные мастерские, выставочные залы и кафе. Благоустроят прилегающую территорию. Здесь появится первый в России постиндустриальный парк. Общественное пространство, напоминающее об эпохе промышленного развития, частью которого является фабрика кухня. Территория перед самой фабрикой, где мы сохраняем выборочно некоторые деревья, устанавливаем тоже лавочки. По сути, вот эта часть вокруг музея, она действительно, музей становится таким локомотивом изменений городской среды. Здание фабрики кухни построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Изначально здесь располагался комбинат питания при заводе имени Масленникова. С высоты крыша здания выглядит как советский символ – серп и молот. Объект культурного наследия начали ремонтировать в прошлом году. Сейчас к фабрике кухни подведены наружные сети теплоснабжения, обустроена ливневая канализация. Рабочие усиливают каркас здания. Я уверен, глядя на то, как все здесь происходит, и, как говорят, глаза у команды, как скоординирована работа области города Экатерины Максимовки, что в следующем году вы увидите такое, чего нет нигде в нашей стране. Наверное, это будет флагманский проект, замечательный флагманский проект подобного плана. Этот проект еще для нас, вот как флагманский, чем важен? На него сейчас смотрят и Эрмитаж, и русский. Они смотрят, что получится, потому что у нас тоже с ними закончатся соглашения. И вполне возможно, если здесь у нас все будет успешно, они уже, собственно, нам говорили о том, мы тоже, может быть, посмотрели бы и сделали бы там свои филиалы. Потому что вот есть за кем тянуться. Для нас это вот втройне важно. В здании филиала Третьяковки будет размещаться экспозиция, посвященная искусству 20 века и современности. Работа филиала также предусматривает и большой объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми и подростками, демонстрацию фильмов и проведение лекций. Сегодня, получая на нашей территории, конечно же, такой центр, как филиал Третьяковки, единственная страна, это просто пока еще мы даже для себя не понимаем масштаба этого явления и насколько это станет мощнейшим драйвером развития культурной жизни, образовательной жизни региона, привлекательности туристической региона. Завершить все работы на объекте планируется уже в следующем году. Первая выставка запланирована на 22-й год. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Уютные лавочки, урны, новые пешеходные дорожки, детские, спортивные площадки и зеленые газоны. Глава Самары Елена Лапушкина побывала во дворах промышленного района, где сейчас идет ремонт. Тему продолжит Анатолий Головко. Двор дома номер 10 на улице Зои Космодемьянской превратили в комфортную зону отдыха всего за несколько месяцев. Теперь здесь можно гулять с детьми, дышать свежим воздухом и просто хорошо проводить время. По словам местных жителей, изменения заметны невооруженным глазом. Неравнодушные самарцы поблагодарили за помощь главу города Елену Лапушкину. Елена Лапушкина приезжала, когда мы проект только формировали. Она видела, какая здесь была грязь, какая здесь была дискомфорт. Мы говорили, что у нас школа рядом, ребятишки у нас по грязи здесь вот ходят. Она все это видела и как бы проект утвердился и все. Теперь вот видите сами у нас какой красивый. Дворик прямо опрятный. Прямо опрятный. Мы очень рады всему происходящему. Жители дома по московскому шоссе 121 попросили главу города сделать во дворе футбольное поле с ограждениями, парковку и отремонтировать дорогу. Елена Лапушкина предложила горожанам принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды и рассказала, что для этого необходимо. Есть программа «Комфортная городская среда». Это в рамках национального проекта, который у нас с вами провозгласил наш президент Владимир Владимирович Путин. Смысл этой программы о том, что жители сами заявляют территорию, готовят, ну типа как дизайн проекта на данную территорию, чтобы они хотели видеть. Лавочки, скамейки, футбольное поле, деревья, освещение и так далее. Передают эту заявку вместе с протоколом жителей в администрацию района и там это рассматривается на комиссии. Глава Самары встретилась и с жителями дома на Ставропольской 74-Б. По программе содействия здесь уже подготовили площадку для современной хоккейной коробки. Там будет новая площадка просто спортивная. Халды хоккейные для того, чтобы играть в хоккей. Мы хотели там сделать мягкое покрытие. Мы инициаторы. Спасибо вам, дайте руку пожму. До начала сентября в промышленном районе отремонтируют 11 дворов по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас подрядчик с работой справляется, от графика не отстает. Большинство объектов готово более чем на 80%. Анатолий Головко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Проспект Кирова от улицы Победы в сторону моста капитально отремонтируют в следующем году. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина во время встречи с жителями промышленного района. Дорога имеет большое значение для всего города. Это одно из направлений въезда в город. На встречи рассмотрели и другие обращения граждан. Олег Зверев тоже выслушал все вопросы. Комплексный ремонт улицы Победы вышел на финишную прямую. Скоро одна из важнейших транспортных артерий города предстанет в обновленном виде. Жители предлагают отремонтировать еще и проспект Кирова от Победы в сторону Кировского моста. От лица активистов на встрече с главой города выступил профессиональный водитель Александр Горячев. Мне как водитель с 30-летним стажем очень интересует актуальный вопрос по поводу ремонта участка дороги по проспекту Кирова от площади Кирова до заводского шоссе. Об этом мечтают как автолюбители, так и водители городского транспорта. На участке много маршрутов. Елена Лапушкина ответила, что вопрос уже решен. В следующем году у нас участок запланирован к капитальному ремонту, то есть дорога вся эта будет сделана. Поэтому немножко аккуратненько поездить до следующего года. Еще один вопрос, в решении которого заинтересованы жители промышленного района спортивные объекты. Общественный тренер Наиль Терзиманов пришел с предложением сделать пришкольный фок, на котором могли бы заниматься все желающие. Включить нашу программу по строительству физкультурно-оздоровительных фоков открытого типа. Речь идет о школах номер 36, 43, 45. По данным департамента образования такой вопрос рассматривался, однако под территорией проложена сеть коммуникаций, над которыми строить нельзя. Есть вариант возведения небольших площадок, причем в разных местах. Минспорт исходит из той логики, что нам необходимо охватывать при оснащении спортивными площадками в нашей территории, как можно больше площадей покрыть, чтобы, к примеру, было скопление не в одном месте двух площадок, а в двух разных местах. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа скоро появится на пересечении улицы Нагорной и Гвардейского переулка. Там расположено недостроенное заброшенное строение, которое сейчас разбирают. У жителей этот факт вызвал беспокойство. Там сейчас разбирают, и жители не знают, что там происходит и что там будет. Спорткомплекс будет строить одно из учебных заведений для занятий студентов. Но там смогут тренироваться и другие. Открытого типа вот этот физкультурно-оздоровительный комплекс. А, комплекс этот открытый. То есть там предполагается футбольная площадка, беговые дорожки вокруг, трибуны, площадка для воркаута, тренажеры. В период, когда не занимаются на этой площадке студенты, а это в большей степени же для них делается, в общем-то они готовы пойти на встречу и рассмотреть вопрос о том, чтобы был открытый доступ для граждан. Пришли на прием и жители кварталов, которые в этот день глава города уже осмотрела. Они задавали вопросы, связанные с благоустройством дворов. На что получили ответ, что привести в порядок придомовые площадки можно двумя способами. По программам «Комфортная городская среда» и «Содействие». Жители должны лишь проявить активность и составить дизайн-проект двора. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Регионам выделят в три раза больше субсидий, чтобы стимулировать граждан и бизнес переходить с бензина на газ. Россияне стали меньше тратить на спиртное, а пандемия изменила отношение граждан к кредиткам. Обо всем подробнее в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарея. Цены на нефть в мире демонстрируют стремительный рост на 31 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки «Брент» достигла 46,07 доллара за баррель. В понедельник Центробанк установил курс доллара на отметке 75,24 рубля. Евро – 88,99 рубля. По данным Бюро кредитных историй, в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам, как к запасному инструменту. Люди перестали получать их на всякий случай. Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, могут уложиться в грейс-период и воспользоваться средствами бесплатно, что приведет к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки и неплатежей, предупреждают эксперты. Субсидии регионам для компенсации гражданам и бизнесу затрат на перевод транспорта с бензина на газ увеличены в три раза с 25 до 75 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Деньги выделяются в рамках государственной программы развития энергетики, направленной на увеличение потребления природного газа, как моторного топлива. Согласно условиям программы, к 2024 году предполагается повысить уровень потребления газа в стране до 2,7 миллиардов кубометров. Сегодня государство субсидирует более половины общей стоимости работ по переводу автомобиля на газовое топливо. В июле этот норматив был увеличен с 30 до 60%. По подсчетам экспертов, благодаря использованию природного газа вместо бензина потребителям удастся сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля. Россияне стали меньше покупать спиртные напитки. К таким выводам пришли аналитики, сравнив чеки на покупки в основных категориях российских магазинов за 2019 и 2020 годы. Так, с января по август 2020 года средний чек на покупки в «Алкомаркетах» составил 447 рублей, что на 14% ниже, чем за тот же период 2019 года. Также на 18% упал средний чек в гостиницах, ресторанах, кафе и барах – 990 рублей против 1200. На 6% снизился средний чек в супермаркетах – с 755 рублей до 707. В то же время в категории «Магазин у дома» выявлено увеличение кассового чека на 1%. Кроме того, на 15% выросли также продажи в аптеках. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 8505. Такие данные в понедельник, 31 августа, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 9 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписались 6 844 человека. Число летальных исходов в регионе составляет 125. В Самаре завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Сегодня об этом говорили на еженедельном совещании в городской администрации. По данным Департамента городского хозяйства и экологии, готовность составляет более 80%. В систему электронная ЖКХ внесли уже почти 6,5 тысяч паспортов готовности жилых многоквартирных домов. Подготовка идет в плановом режиме. Параллельно проводится масштабная замена теплотрасс. В этом году должны переложить 20 километров трубопроводов в двух направлениях. На финишную прямую вышла и подготовка к зиме социальных объектов. По объектам социальной сферы из 608,4 объектов подготовлено 619. Это 90,5%. Здесь опасений не возникает. Если говорить по образованию 95%. По культуре 95%. Подготовка из 141,134 готова. И спорт из 59,47 объектов готова. Это 79,7%. Также сегодня озвучили информацию об изменении расписания дачных автобусов. Со 2 сентября будут выполняться рейсы с 7 часов утра до 18 вечера. В таком режиме маршруты будут работать до конца месяца. В октябре останутся только дачные автобусы выходного дня. Сейчас на перевозках заняты 52 машины в выходные и праздничные дни. Их число увеличивается до 57. В Самаре к 1 сентября восстановили движение 20, 22, 5 трамваев и маршрута 20К по улице Новосадовой между заводом имени Тарасова и Постниковым оврагом. Открыто движение трамваев 5, 20 и 22 маршрутов и по улице Галактионовской в оба направления. 6-й троллейбус снова следует от губернского рынка в Волгарь, а 16-й маршрут от губернского рынка до 6-го причала. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самары ГИС и в соцсетях. Подписывайтесь также на наш Телеграм-канал. Будьте здоровы, всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!